Музыка Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Хоррор Филд. Многие просили меня в нее поиграть, но наверное многие не знали, что практически год назад я выложил свой первый ролик, когда игра только появилась в бета-тесте. Она еще совсем была корявая, но если посмотреть видосик, ребят, мне кажется, что графика там была намного лучше и как бы постановочка там мне показалась получше. Ну что же, долгое время я в эту игру не заходил, я даже за ней не следил, не наблюдал, поэтому вы уж не без сути, если что-то пойдет не так или я буду играть коряво. Мне просто многое говорили, что здесь изменилось, очень многое. Ну что же, давайте приступать наверное с вами, немножечко я перед этим посмотрел и много вопросов у меня. Так, ну что же, мы имеем с вами какие-то серебряные монеты, золотые и не знаю что это такое, какие-то руны видимо. У нас есть также лагерь выживших, есть логово маньяка, есть темная кузница, пока я не знаю что, для чего она, и мастерская. Ну, по идее мастерская предназначена для того, чтобы там что-то делать. Смотрим, энергетик, аптечка, компас, инженерные наборы, отмычки, кольцо невидимости и так далее и тому подобное. И что же для этого нужно? Хм, уровень первый, перенесите сюда черчеж, чтобы изготовить выбранный предмет. Все, я понял, здесь нужны оказывается чертежи. В старой версии, в самой-самой первой, которую я играл, такого вообще не было. Ну что же, значит с мастерской мне все понятно. По настройкам, что у нас в настройке? Так, отключить, ну все понятно. Причем самое удивительное, да, что моя та самая первая запись, ну правда там была бета-версия игры, но все равно я тоже по-моему регистрировался, и она не сохранилась, и поэтому мне придется начинать все с самого начала. Ну что же, лагерь выживших, давайте посмотрим. Да, вот за этого паренька я уже поиграть успел. Это у нас Джек, я так понимаю, он баскетболист. В принципе, здесь где-то про них есть даже информация. Вот она, личное дело номер один. Имя Джек Малкович, профессия баскетболист. Ну я прав оказался. Бывший баскетболист, кстати, я не знаю, нужно ли вам это все читать, ребят. Наверное, многие, кто в эту игру играет, и так знают, кто он такой и с чем его едят. Ну я для себя уж прочитаю, так уж и быть. Если кому-то неинтересно, можете промотать. А мне вот интересно, кто он такой, потому что это первый персонаж, который мне доступен из всех выживших. Бывший баскетболист, выступивший в разное время за различные клубы NBA. Обладатель двух чемпионских перстней, известен своим стилем агрессивной борьбы за подбор, а также жесткой борьбы в защите, уволен за скандальное поведение и регулярные драки. После увольнения в СМИ появились слухи о его связи с наркотиками. Со старшей школы состоит в отношениях с Эрикой Бринсом. В критических ситуациях проявляет волю и мужество, но туповат, порой излишне самоверен и эгоистичен. В общем, ребят, вы поняли, да, что такой парень оторва? Ну, грубо говоря, в школе такой, знаете, он выделяется своей силой, брутальностью, чмырит всяких там ботаников. Вот это из ряда того. Только здесь он баскетболист, а обычно у них там бейсболисты такие деловые все, кто состоит в командах. Ну, вы поняли, о чем я, да? Ну что же, хорошо, это первый, еще раз повторю, герой, который мне доступен, Джек Малкович. Что у него из умений? Ну, понятное дело, что у него ничего, потому что я даже ничего еще не изучал. Уровень повысить за 500. Ага, я могу ему уровень повысить. Слушай, а куда-нибудь вот эти монетки еще нужны нам? Давай повысим, хорошо. Так. Ага, понял, я все понял. Здесь, оказывается, уровень повышаешь, у тебя 5 минут откат. Должен ждать. Ладно. Он, значит, у меня получается с первого уровня. Ранг у него тоже первый. И, как говорится, на складе у нас ничего нет. А что вот тут такое? Это мой аккаунт. Да, ребят, я уже зарядился. Все отлично. Рейплей. Как говорится, все пучком. Ребят, играю только потому, что вы попросили. Ну что же. Тогда давайте мы еще... А можем мы... Ага, мы вот так вот можем. Это у нас Мэри. Мэри. Так, у каждого есть своя специализация. Вы посмотрите. Вот живучесть, да? Ой, Мэри какая-то слабенькая. И мораль у тебя слабенькая. Блин, а почему у Джека так все круто? Все так мощно. Хорошо. Чарли, чувак с дробашом. 15 уровень. Круто. Хорошо, давайте тогда посмотрим дальше, что у нас есть. Это был лагерь выживших. Мастерскую мы уже с вами посмотрели. Задание, рейтинги, кланы недоступно. Только лишь помощь. Цель игры. Игра проходится в режиме из 4 игроков и 1 маньяк. Цель выживших убежать из локации и помочь убежать товарищам. Цель маньяка схватить и принести в жертву всех, кто уйдет в его логово. Тут очень много всего расписано. Я, пожалуй, это читать не буду. Ребята, кому интересно, пускай заходят в игру и почитают уже сам. Я так понимаю, что за маньяка я играть не могу, да? Или могу? А, нет, ребята, нужен 6 уровень, чтобы мне дозволили, видите ли, его взять. А у меня пока, как я понимаю, второй только лишь уровень. Ну что же. Это у нас Виктор О'Коннор. Это личное его дело, номер 101. Скрываясь за майской доброты и дружелюбия, Виктор О'Коннор работает мясником в маленьком городе Провиденс. Но никто не знает о его темной стороне. Виктор серийный убийца. Когда ему исполнилось 5 лет, мать покончила с собой. Отец отказался от опеки над ним и старшим сыном Сэмом. Виктору диагностировали биполярное расстройство первого типа. В старших классах он изнасиловал свою одноклассницу. После чего долгое время разыскивался властями. Виктор раскрывает свое истинное лицо только своим жертвам. Которые впоследствии нередко служат товаром на прилавках его магазинов. То есть мясом. Да, жестко, жестко. Ну ладно, ребятули. Я, честно говоря, не помню ни карт, ничего. Да тут, наверное, все уже поменялось. Ну что же. Как говорится, поменьше трепа, побольше дела. Я думаю, что пора нам с вами приступать. Значит, выбираем выжившего Джека. Начать игру. Ой, я один, по ходу дела, буду, да? Играть за мужской пол. Ну что же. И маньячелло у нас кто будет? Мясник. Вик. Время играет против выживших. Я даже не знаю, куда сейчас бежать надо. Так, до старта 3. Прячься и найди выход. Я попробую. Так, что делать? Куда бежать? Так, давай-ка я вот за этой барышней побегу. Карта для меня... Ага, помогу. А как тут? А, вот сюда, наверное, кликать надо, да? Так, хорошо. Мы с вами чиним генераторов. Наверное, многие знают, да? На что эта игра похожа. Есть игрулечка у нас на ПК схожая. Так, 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 так. Ее, просто это что-то... А я попробую дочинить. Она побежала. Так, осталось 4 генератора у нас. Ого-го-го. Надеюсь, всем прекрасно слышно, да? Мое сердцебиение. Ага. Этот уже тоже... Нет. Этот надо починить. Так, маньяк поймал Илю. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. А это что? А, это... Еще один генерал. Ой, генерал. Генератор починили. По-моему, он идет ко мне. У меня учащается пульс. Так, я жду, жду, жду. Так, Юлю спасли. Юлю. Илю, Юлю. Я починил генератор. Отлично. Осталось еще два. Я знаю, что тут раньше можно было маньяку высадить нас по следам. По кровавым, по зеленым. То есть, кровавые, если следы, то значит, мы ранены. А если зеленый, то он здоровенький. Где-то рядом, да? Ну, я жду. Так, ремонт генератора. Идет очень хорошо у нас все. Что-то у меня сердце не бьется. Забилось, забилось. О, жил я. Так, все, я починил. Ребят, куда сматываться ума не приложу. Бегаю, как говорится, на шару. Карта для меня это неизвестна. И я вам скажу больше. Тут все поменялось. Раньше был у нас просто подвал. Я бегал там под подвалу. А здесь уже, видите, улица. Даже не улица. Я бы сказал, это особняк какой-то. Видимо, это его особняк личный. Последний генератор. Так, Дэн, давай быстрее беги сюда. Помогай мне. Сейчас мы с тобой починим. Я кричу от страха. А почему я так кричу от страха? Эй! Я не согласен с этим. Так, опять он Юлию бомбит. Он от нее не отстает просто-напросто. Так, маньяк поймал. Ну, это понятно. А мы починили генератор. Так, электричество включено. И куда нам, Дэн, надо теперь бежать? Покажи мне, пожалуйста. Да хватит тебе так... Ох, ничего. У него скорость-то быстрее, чем у меня. Куда? Что? Понял. Понял. Маньяк где-то за нами, да, бежит? Я надеюсь, это Дэн. Это не бот какой-нибудь? Куда идти-то нам надо? Дэн, показывай. Я не знаю. Я в первый раз здесь. Ты веди меня в правильное положение. Ах, мы еще должны взломать ворота. Стоебросто. Ладно, я тебе помогу. Давай-давай. Главное, чтобы маньяк не пришел. Жалко, здесь нет никакой карты. Ой, Юлия погибла, к сожалению, ребята. К сожалению. Так, и... Пойдем. Дэн. Слушай, а может быть... Конечно, я бы хотел бы... Спасти. Ну, ладно, ребят. Как для новичка, я думаю, что мне простительно убежать. Так, награда 50%. Ребят, я, наверное, посмотрю рекламу. Мне нужно набирать опыт. Если вы хотите, чтобы я дальше снимал игру, соответственно, мне нужно как-то здесь развиваться, подкачаться. Поэтому уж простите за рекламку. Ну что же, давайте посмотрим. Забираем награду. Значит, опыт, серебро и золото. Я получаю новый уровень. И по всей видимости, это у меня второй. Угу, у меня, смотрите, в медицине я профан полнейший. У меня самое лучшее, это, по-моему, скорость. Хотя мне показалось, что Дэн бежал намного быстрее, чем я. Я еле его догонял. Хорошо, ладно. Ловкость у меня вшивенькая. Инженерия вшивенькая. Мораль. Мораль, это, я так понимаю, наверное, стрессоустойчивость. То есть, если я вижу маньяка, не пасую, не ору, не психую. Хотя, когда мы с вами генератор недавно чинили, он у меня зарал самые первые. И мы получаем с вами печать. Я пока не знаю, для чего они эти печати. Но, скорее всего, они нам пригодятся. Ну что, повысить за тысячу. Время 30 минут? Вы серьезно, что 30 минут? Я должен ждать, когда у меня повысится уровень? Или это не уровень? Нет, это не уровень, ребята. Это мы повышаем с вами скорость на 2 единички, да? Инженерия. Медицина на 1. Зачем ему медицина, если он профаннее полный? Живучесть и мораль. Ну, хорошо, давай посмотрим. Может быть, успеем посмотреть, если успеем вообще здесь что-то сделать с вами. Так, я хоть что-нибудь могу выучить? Требуется 3 уровень. Джек получает возможность создавать энергетики в мастерской. Энергетики. То есть, это получается... Выпиваем, что у нас... Обычно повышается либо скорость, либо ловкость, смотря на что энергетик. Ну, это я, ребят, предполагаю. Я в этой игре сейчас пока не знаю, что творится, что происходит. Я знаю, когда была бета, я там валил налево и направо. Ну, игра, правда, тогда еще была глючная. Там можно было даже в текстуры провалиться или застрять в них. Ну, что же, я так понимаю, Джек у меня до сих пор доступен. Мэри нам открывается только с 3 уровня. И поэтому давайте приступим дальше. Так, я первый появился в игре. Дальше еще ждем троих. Опять у нас тут мясник. Чтобы играть за маньяка, я должен быть не меньше 6 уровня. В принципе, это справедливо. Кстати, я здесь не видел еще ни разу, как выглядит у нас маньяк. Слушайте, а почему только я играю этим баскетболистам, блин? Все берут эти девочек, это Кэри, Мэри, как ее там звать. Так, я... Тихо. Погоди. Ё, просто где он? Я прибежал прямо к нему, вогова! Сейчас что-нибудь сделай, да? Ох, ничего себе я побежал-то. Смотри, адреналин-то шпаранул. Хе-хе-хе-хе. Да ладно, хорош! Черт подери. Ах ты маньячела ты, а? Старый ты хмырь. Вывозь меня отсюда, гаденыш! И дайте мне хоть за кем-нибудь понаблюдать. Снайпер. Так. Я чувствую, что сейчас он за снайпером пойдет. А меня кто-нибудь... Ага, у меня здесь еще и здоровье идет. Ребят, смотрите, если меня не освободят, я по ходу дела погибну. Но никто не собирается меня освобождать, я так понимаю. Или все-таки Мэриан решит? Нет, они все занимаются генераторами. Плевать они хотели... Хотя нет. Я, возможно, ошибаюсь и... Мэриан, родная моя, или снайпер кто-нибудь, кто-нибудь, радость моя. Я буду тебе очень благодарен. Спасибо тебе большое. Но я ранен. Я ранен, ребятули. Черт, мои кровавые следы из-за меня делают мою грязную работу, ребят. Знаете почему? Потому что он меня видит. Он меня видит. Но, тем не менее, за счет того, что он меня сейчас поймал, мои вот эти вот напарники смогли убежать. То есть я имею в виду и Мэриан, и снайпер. Я им дал возможность. Смотрите, он стоит здесь, недалеко. Он наблюдает. Вот, смотрите, снайпер опять бежит. Но мне, по-моему, сейчас будет крышка. Меня не успеют спасти. И, скорее всего, погибнет мой персонаж, ребята. Как бы не прискорбно это было. Да, я, конечно, хотел бы, чтобы выжил я. Но, понимаете, нет. Нет, ребятули. Да, я, к сожалению, погиб. К сожалению, я погиб. Не будем смотреть рекламу, потому что тут мало опыта. Ну, знаете, в чем проблема? Что вот здесь меня ранили, да, он. Меня освободили из клетки, да. Даже несмотря на то, что я буду бежать. За мной остаются кровавые следы. Он меня все равно вычистит. Он меня все равно догонит. Для того, чтобы стать полноценным игроком после того, как тебя замочил этот чувачок, тебе нужно отхиляться. Но я так понимаю, что хилов у нас нету. Или я должен где-то сам аптечку брать. Или я ее должен с собой брать. В общем, все это нам, наверное, ребят, предстоит узнать. Главное, чтобы вам нравилось. И главное, чтобы вы хотели смотреть, нравится вам эта игра или нет. Все зависит от вас. Энергетик. Требуется умение. На 5 секунд дает выжившему плюс 30% скорости бега. А может использоваться в состоянии невидимости, не прерывая его. Скорость перезарядки 90 секунд. То есть, полторы минуты, да? И скорость изготовления 30 минут. Ё-моё. Требуется умение Джек Химик Любитель. Ага. А вот и аптечка, ребята. Видите? Значит, все здесь это можно сделать. Но, опять же, спустя какое-то время. У вас не получится все так вот нахрапом за раз за секунду пройти всю игру. Ладно. Давайте, наверное, приступать. Приступать дальше. Нам нужно развиваться. Нам нужно получить третий уровень хотя бы, чтобы открыть нового персонажа. Игрулька, я вам скажу одно. Визуально мне показалось, что она сделана лучше. То есть, у нее графический. Она не какая-то там угловатая, как раньше я играл. А уже такая. Есть плавность. Есть определенные какие-то такие штуки, которых раньше не было. Хотелось бы, конечно, поиграть за маньяка, потому что в той версии я играл за маньяка. Мы с вами в каком-то лесу. По-моему, я бегу именно к нему. Ёп. Да ёп, просто тут же лагерь, во. Фух. Слушайте, тут надо делать громкость побольше, чтобы вы слышали, как мое сердце в пятки убегает. Для меня это новая карта. Я не знаю, кто здесь где. Ну, будем искать. Ага, Димка. Давай, Диман, я тебе помогу. За то, что мы чиним генератор, естественно, у нас растет опыт. Так, Димка, куда пойдем с тобой? Веди меня. Эта карта для меня новенькая. Я не знаю, где здесь что. Поэтому ты уж меня, пожалуйста, не бросай. Так, Ахмеда. Ахмеда ранили. Так, ладно, рискуем. Хм. Ну, у меня опыт растет моментально практически. Ну, потому что это... Я новичок, и все это понятно, ребята. Фух, у меня у самого сердца в пятки, елки-палки, чуть не запрыгнуло сейчас. Хорошо, здесь мы с вами... Что такое? Кто? Так, тихо, 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 тихо. Дим, подожди меня. Подожди меня, родной. Блин, все-таки он быстрее. У меня написано скорость 69. Да где здесь 69? Я не могу даже догнать. Чиним. А, нет, давай, давай, давай. Правильно, правильно. А я-то что, лечу, если... Так, давай теперь за 679 побежим. За вот этой вот барышней. Ты куда бежишь, родная моя? Давай, починю, помогу. Так, кто, что, где? Кто-то кричит. Ага, мы починили. Ребята. Оу, щит! Фу, я ускорился. И я буду ранен, да? Я ведь буду ранен. Будут кровавые следы. Ну вот, как всегда. Сейчас он будет бежать именно... Сейчас и за мной побежит. Кровавые следы меня выдают. Гад, да пошел ты! Чепушила хренов. Что это он меня в какой-то подвал закрыл? А почему только меня? А почему только меня он закрыл, гад, а? Нет, я, конечно, не хочу, чтобы он поймал 678. Но мне одному здесь скучно. И я почему-то предполагаю, что меня никто не спасет. Потому что сейчас они починят последний свой генератор. Не понял, а как это он получает урон? А как это маньяк получил сейчас урон? Значит, его можно и подбить здесь? Ага, вот это уж интересно. О, Димка, спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо. Но, понимаешь, дело в том, что я раненый. От меня... А, ты меня подлечить хочешь? Ой, спасибо тебе. Спасибо тебе, дружбан. Блин. Вот это, вот это я понимаю. Вот это вот дружище. Он меня и спас, он меня и подлечил. Красава, красава. Я ничего не могу сказать. Я даже буду бежать именно с ним. Чтобы, если маньяк побежит, я был как опорным щитом. Ой, смотри, Димка, давай, пошли. У нас это... Он... Он где-то бежит. Димка, я понял. Димка, что ты делаешь? Димка, не оставляй меня, родной. Я один, я боюсь здесь оставаться один в темноте. В этом неизвестном лесу. Димка. Я понял, Дима, я понял. Димка, я видел. Да какого ж хрена ты бежишь-то так с такой скоростью-то? Диман, я чешу отсюда к ядрене фе... Где там эти ворота, блин? Он меня поймает. Он меня поймает. Собака ты вонючая. Он и пошел за Димкой. Ее простое. Он хочет Димку поймать. Восстановление. Давай, 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 давай. Он, короче, оглушил. Поймал Димку. Сейчас, наверное, и меня поймает. Подойдет. Сейчас меня поймает. Смотрите, я даже... Он бежит. Я слышу, он бежит за мной. Бежит за мной, тварь вонючая. И, естественно, меня оглушает. И сажает. Меня даже убили. А что это такое? Вы набрали 850 базового опыта. Звезд получено 0. Лечение союзников. Ага. Слушай, я все-таки маленько успел подлечить. Даже двери чуть-чуть пооткрывать успел. А вот это что такое? Убежало союзников 3. Слушай, ну, в принципе, ребятуль. В принципе, меня усрают. О, новый уровень аккаунта. Награда. 10 золотых, 500 серебряных. И новые игровые возможности. Смотрите внимательно, ребята. Мэри Ченг с ранних лет знала, что хочет посвятить жизнь медицине. Она медик, оказывается, да? Прошла интернатуру в госпитале Джона Хопкинса. И была одним из лучших студентов в своем классе. Во время учебы в медицинской школе. Она настоящий врач, заботящийся прежде всего о благополучии. Не имея вредных привычек, категорически против курения и алкоголя. Достаточно скромная в повседневной жизни. Но в то же время очень открыта и всегда рада новым знакомствам. Обожает танцевать, хорошо поет. Ну, согласитесь, да? Не читая моему Джеку, который оторвал полное. Мэри прям тут, я извините меня, боже, так сказать, одуванчик. Что тут у нас? А, ну это я третий уровень. И хоть что-нибудь, хоть что-нибудь я могу сделать, да? Да, я могу. Я могу создавать энергетики. Отлично. Требуется третий уровень. Чтобы изучить это умение, что нужно? Ну, так у меня третий уровень. Или не третий? Хорошо, давай посмотрим в мастерскую. Вот я захожу. Вот энергетик. Требуется умение. А где? Эй, родные мои, я не могу понять. Лагерь выживших. Джек. Вот Джек. Умение. Вот умение. Должны требоваться третий уровень. Ну, и что? Почему я не могу выучить? Малкович, что за проблема? В чем проблема у тебя? Что с тобой не так? Набрав тысячу или полторы тысячи базового опыта, на матч персонаж получает одну звезду, каплю крови. Набрав более полутора тысячи базового опыта, персонаж получает две капли крови. За каждые три капли крови ранг персонажа повышается на плюс один. А, вот оно что. Мне нужен не третий уровень, скорее всего, а третий ранг. По-моему, так вот. Спанталыки только сбивают меня, короче, ребята. Ну что, давайте попробуем с вами открыть. Ага, мне еще такой довольный, да, думал, мэри мне будет доступна. Ага, сказали, балалайку тебе, рейчик. Вот принеси нам, пожалуйста, вот таких вот тайные печати, четыре штуки. Ну, три в твоем случае. И тогда будет тебе доступна, мэри. Ох, ребятули, ох, я вам скажу, усложнили мне жизнь. За маньяка нужен шестой уровень. Поэтому поехали, я хочу разобраться во всех аспектах этой игры. Перенесите сюда предмет, который хотите использовать в матче. У меня никаких предметов нету. И, кстати, почему-то мы здесь не видим никаких ящиков, сундуков. Я даже помню, в бета-версии, когда я играл, там были вот эти вот ящики. Мы могли вскрывать, в них что-то там подбирать. Что маньяк мог что-то там найти для себя, что обычные выжившие. А здесь почему-то я еще не видел никаких ящиков. Ого-го-го-го-го-го. Какой чувак открыт, а? А это что? А вот это вот знакомая уже местность, ребята. Это подвал. Вот в этом подвале я играл маньячеллой и валил всех налево и направо. Хотел же громко сделать погромче, е-мое, чтобы слышно было. Так, пока тишина. Тихо. Тихо. Где-то рядом. Воу, он сзади. А че он за мной-то только бежит? Эй! Все, ребята. Хе-хе-хе-хе. Он попал в мой глюк, в мой баг. Я не знаю, у меня такое уже было, когда я играл с этой. Я играл за Джека, вот первый мой опыт. И против нас была ведьма. И вы знаете, что получилось? Вот так же ведьма ко мне прилипла и бегала точно туда же, куда и бегал я. Я не знаю, от чего это зависит, почему получается именно так. Но это какой-то баг, чит, я не знаю, как это назвать. В любом случае, я сделал это не специально. Вот он пришел ко мне, вот так вот, знаете, как бы втюхался в меня и все. Вот я теперь могу, что хочу делать. Вот могу спокойно ходить в данный момент и проверять, изучать территорию. Починить вот это. Кстати, а почему я не вижу никого, никаких больше выживших? В чем проблема? Где они? Так, генераторов три. Может быть, это сама игра глюканола. Ну, давайте попробуем, знаете, что сделать? Сейчас починить все генераторы и выйти. Слушай, а почему он не может... Он же, по идее, должен прятаться, да, ведь? В шкафы. У него какая-то способность должна быть. Так, вот еще один генератор. Вы, кстати, заметили, да, что выживших-то нету? Ни одного выживших нету. Никто не бежит. В чем проблема? Какой-то глюк игры или баг игры, я не знаю. Не знаю, вот серьезно вам говорю. Но, тем не менее, я хочу сейчас починить генераторы и посмотреть, смогу ли я выйти из этого боя и дадут ли мне опыт в полном объеме или скажут хрен тебе. Смотрите, генератор кто-то чинит. Значит, здесь есть выжившие. Только почему-то я их не вижу, я с ними не перехлестываюсь. Хорошо, теперь мне нужно найти ворота. Где-то вот здесь должны быть первые ворота. А вот они, да? Давайте я их открою. Главное, что у меня идет опыт. И почему-то мне кажется, что за счет такого бага-лага многие прокачиваются на халяву. Одиночество. Почему это одиночество-то? Я сейчас бегу. Никакого одиночества. Пока, мясник. Лашпен. Слушайте, ребята, в полном объеме я все получил. Вот. Вы спаслись. Три минуты у меня на все это дело ушло. Но это благодаря тому, что игра баганула. Забираем награду. И... И... А вот... А как эти печати получить? Не знаю, не знаю, ребятули. Но в любом случае нам, наверное, надо... Не дадут еще до сих пор? Нет, не дают. Почему не дают? Почему не дают, ребята? Мне... Гаденыш эти. Ладно, хорошо. Пускай. Тринадцать минут я еще подожду. Это еще терпимо. Хотел, конечно, поиграть за Мэри, но придется мне этим шалопаем играть. Джеком. Вот, ребят, когда я, кстати, пробовал, в первый раз зашел в игру, вот эта ведьма бежала за мной. И точно так же, как сейчас вот попал мясник, ведьма, я, может быть, ребят, даже в конце видика прикреплю эту запись. Чтоб вы лично посмотрели и убедились, как это все выглядело. Так. Идет. Где? Очень близко где-то. Так, вон там она, да, бежала, по-моему? Она пробежала мимо меня. Сейчас пойдет ко мне. Генератор. Хлопнул. Вон она, да? Пока. Подожди, она, по-моему, здесь может обежать где-то. А если я вот сюда щеманусь? И отрываюсь, отрываюсь от нее. Все. Так, тут тоже починили генератор. Она сейчас, наверное, сюда ломанется. Но не факт. Блин, как же тут все изменили. Все абсолютно изменили. Нет, но эта карта более-менее похожа еще вот на ту, которая... ...была в этом, в демо-версии. Так, давай эндзор. Тихо. Где-то. А, это у нас последний генератор. Кто орет-то? Кто орет-то? Так, Элли. Элли, Элли, не подходи сюда. Ты нам не нужна. Так, эндзор, давай, побежали. Я знаю, что ты знаешь, где выход. И веди меня с собой. Ой-ой-ой. Подожди. Она сейчас будет стоять на выходах стопудово. Это ведьма. И ждать нас. Где-то вот здесь должен быть выход. Вот он, выход. Воу. Круто. Круто, ребята. Мы все спаслись. А мне нравится. Мне нравится. Молодцы. Мы хорошо здесь сыграли. И я очень многим помог. Отличненько. Вот. Хорошо. Я забираю награду. Слушайте, за полторы минуты... Почти за две минуты мы с вами справились в этой миссии. Ну что, дорогие мои друзья. Я надеюсь, на этом пока мы с вами остановимся. Если вам понравилось, вы прекрасно знаете, что сделать. Поставить пальчик вверх. Написать немножко свое мнение. Ну, а мы тогда, в свою очередь, с вами, скорее всего, увидимся в следующих видосиках. Так что, все пока. Всем удачи. И до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok